Здравствуйте. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Американского Конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствует данные итогов голосования. Согласно опубликованным результатам, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов за и 2 против. Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. Это еще не закон, но скорее всего станет законом, а за Америкой потянутся и остальные держатели российских денег. Такого еще не было в современной истории. Даже деньги нацистской Германии, признанной международным судом преступным государством, конфисковывались только если было доказано, что это были деньги репрессированных евреев или чем-то подобное. Россию никакой международный суд преступным государством не признавал и никакие Егоров и Контария знамен победы над Кремлем не поднимали. А денежки, тетю, у меня нет никаких симпатий по отношению к существующему в России режиму. И лично главе этого режима тоже нет. Но это деньги не Путина, не партии власти, это деньги российского государства, шире российского народа. Кстати, многонационального на втором месте, по численности в котором занимают второе место, этнические украинцы. И на каком основании у одного коррумпированного государства отнимают все деньги в пользу другого? Такого же коррумпированного, если не более того. Причем понятно, что большая часть этих денег будет разворовано, и это будет крупнейшей финансовой аферой в истории. Другая часть потрачена на закупки вооружений и военной техники. Тоже не очень благая цель. Понятно, что Запад замучился снабжать Украину оружием в долг. Война в долг – дело обременительное. Но нет, какое дело? Разве не знали, что Украина неплатежеспособна? А теперь российских солдат будут убивать оружием, купленным на их же деньги. Конечно, надо бы спросить из Центробанка и Минфина, как они догадались хранить золотовалютные резервы на территории вероятного противника. Но у меня есть абсолютно достоверные сведения, что еще вечером 23 февраля прошлого года руководство Центробанка не знало о начале спецоперации. Уведомить не сочли нужным. Цена вопрос – 300 миллиардов долларов. Зато внезапно получилось. Для всех. Про помощь каналу не напоминаю, но сердечно выверю всех, кто, несмотря ни на что, помогает. Кратко. Подразделения армии обороны Израиля в настоящее время находятся в центре газа. В Иране боевики исламского сопротивления нанесли шесть ударов по четырем военным базам США. Канцлер Германии Олб Шольц согласился на историческое ужесточение миграционной политики. Полномочия президента Украины Владимира Зеленского не прекратятся без выборов, заявил заместитель председателя ЦИК страны Сергей Дубовик. Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района Донецка убиты шесть гражданских, ранены еще один. С прямой попадания в здание управления труда и социальной защиты. Когда начали вытаскивать людей, то же место было обстреляно еще раз. Люди погибли в результате повторного обстрела, судя по тому, что пишут в Донецких чатах. В Буденовском районе Донецка ранен один мужчина, в Макеевке ранены две женщины. Обстрел Донецка повторился вечером. Ранены двое человек, один из которых водитель маршрутного такси. Всего в результате повторных ударов количество погибших жителей города увеличилось до 20. Хотелось бы напомнить, что Украина по сей день считает Донецк своим городом, а людей, которых она обстреливает, своим гражданом. Ирландцы брезгуют нашими самолетами. Глава ирландской авиакомпании Ryanair, Майкл А. Лилли, заявил, что отказался вылетать на российских самолетах, даже если бы их ему предложили бесплатно. О чем он и рассказал в интервью канала ОСНБС. Сейчас говорить можно все, что угодно. Из-за санкций российские самолеты вообще нельзя купить. Не по какой цене. Мог бы с гордостью сказать, что его компания покупает только то, что им разрешают купить, и только по той цене, которая разрешена. Но в целом, конечно, репутация отечественного авиапрома подорвана хуже некуда. И с санкциями это не связано. Если вы производите так мало машин, что даже на внутреннем рынке вашу продукцию откровенно замещает импорт, причем часто был, то о чем говорить? Начните с того, чтобы покрыть собственные потребности в авиационной технике своими силами. Санкции показали, что рассчитывать на внешний рынок просто опасно. Перестали поставлять запчасти. Вот уже вовсе идет авиационный каннибализм. Почему государство не пользуется ситуацией и не вкладывает средства в рост авиапрома? Ну да, техническая база за годы бездействия пришла в негодность и требует тотального обновления. Ну а наш авиализинг – это просто откровенное воровство. Он вообще нам не нужен. А вот Министерство авиационной промышленности нужно с твердым плановым заданием и таким же финансированием. КНДР становится главным защитником мировой экологии. Япония должна представить научные доказательства безопасности воды с аварийной АЭС Фокусима-1 и допустить долгосрочную международную проверку процесса ее сброса в океан. Говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи. За последнее время мировые медиа как-то позабыли про японский Чернобыль. А он есть и никуда не делся. И радиация не рассосалась, как можно подумать. Более того, мегатонны зараженной воды регулярно сливаются в океан. Беспокойство КНДР, понятно, они там, неподалеку. Но почему-то молчат и Россия, имеющая выход в Тихий океан, и Китай, и другие страны региона. Только режим КИМов это почему-то волнует. Хотя Япония за время катастрофы неоднократно была поймана на вранье по поводу масштабов бедствия.